Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Еда. Рецепты. Я его ведущая Ольга. Сегодня я буду готовить свиные ребрышки в горчично-апельсиновом соусе. Для этого блюда мне понадобятся свиные ребрышки. У меня здесь 1,3 кг. Вы можете брать столько, сколько у вас есть. Готовый горчично-апельсиновый соус продаётся в супермаркете. Также понадобится соль, лаврушка с душистым горошком и фольга. Запекать ребрышки я буду в духовке. Берём соус. Добавляю 2 столовые ложки. Рёбрышки мариную, перемешиваю хорошо. Нужно всё перемешать, каждую косточку. Если вам кажется, что соус со мной, вы можете добавить. Этот соус уже содержит соль, поэтому досаливать я буду не сильно щедро, учитывая этот факт, досаливаю. И ещё раз хорошенечко перемешиваю. Сейчас ребрышкам нужно дать постоять минимум полчаса. За это время нужно подготовить посуду, разогреть духовку. Всё, ребрышки я замариновала. Накрываю крышкой и оставляю мариноваться. Вот ребрышки промариновались. Сейчас буду их выкладывать в посуду и отправлять в духовку. Духовка у меня сейчас разогревается на 200 градусов. Выкладываем ребрышки. Добавляю так на дно листик лаврушечку. Это просто для запаха. Перчик. Когда ребрышки пусят сок, то смешается будет дополнительный аромат. Теперь накрываю ребрышки фольгой. Теперь блюдо с ребрышками ставлю в духовку при температуре 200 градусов на 40 минут. Итак, прошло 40 минут. Я ребрышки достала. Они ещё полусырые. Поставила ребрышки в духовку ещё на полчаса. Температуру добавила до 220 градусов. Вот прошло ещё полчаса. Я достала ребрышки. Попробовала. Они уже готовы. Сейчас ставлю в духовку без фольги. Чтобы они уже подрумянивались. Вот так ребрышки подрумянились после 20 минут без фольги. Сейчас я их переверну на другую сторону. И также немножко подрумяню. Ну вот, ребрышки готовы. Если вам понравился этот рецепт свиных ребрышек, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на мой канал Еда Рецепты. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного аппетита! До новых встреч на канале Еда Рецепты! Пока-пока! Ну вот, друзья, ребрышки готовы. Вот так они выглядят. Очень вкусные. Я уже попробовала одну. Так что готовьте по этому рецепту. Уверена, вам понравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!